Сейчас девушки, весовая категория до 65 килограммов, схватка за третье место. Шалько, Виктория, город Москва, против Самойловой Ксении, Тверская область. Виктория против Ксении. Первая схватка весовой категории до 65 килограммов. Девушки взяли обоюдные захваты. И победу одержала Ксения. Победила Самойлова Ксения. Счет встречи 1-0. Формат соревнований подразумевает, что у Виктории есть еще шанс одержать победу. Нужно обе встречи привести к победе. И Самойлова Ксения одерживает вторую победу. Что приносит ей бронзовую медаль чемпионата России среди женщин. Висовой категории до 65 килограммов. А сейчас вторая пара девушек, которые будут бороться за третье место. Это Цыпленкова Виолетта, город Москва, и Кожанова Яна, Смоленская область. Пошел в бою, Смоленская область. Сейчас борются настоящие гранты российского СУМО. Девушки, многократные призерки и чемпионки всевозможных международных и всероссийских соревнований. Схватка за третье место в весовой категории до 65 килограмм. Две такие убойные девчонки. Виолетта Цыпленкова, прошлогодний чемпион в России, 65 килограмм. И Кожанова, она призерка и чемпионка первенства мира по СУМО. В связи с травмой она некоторое время брала паузу, прооперировалась. И вот сегодня она пробует свои силы после реабилитации. И вот схватка за третье место. Уперлись они головой, да, в голову стоят. И вот Яна Кожанова забирает руку, левую руку Виолетты, берет пояс и забирает такую удобную позицию для себя. У нее уже есть один пояс. Виолетта не паникует, она такая девчонка очень хладнокровная. А в какой бы ситуации она ни была, она сохраняет спокойствие. В этом ее на самом деле конек. Да, очень много спортсменов она так переиграла. Вот за счет какой-то такой вот эмоциональной устойчивости она борется и побеждает. Да, я хочу сказать, что обе девочки с характером, с огромным опытом. Очень неуступчивые девочки. Очень неуступчивые. Я помню, как Яна на первенстве мира получила серьезную травму лица. У нее и кожа была сбита, и нос разбит, кровь. Но она все равно боролась, сражалась. И сейчас она также одержала победу. Счет встречи 1-0. Победила Кожанова Яна. Счет встречи 1-0. Кожанова Яна представляет Смоленск. Занимается сумо где-то лет с 12. Несмотря на юный возраст, она уже очень опытный спортсмен. И сейчас всего лишь одна победа отделяет ее от бронзовой медали. Я не удавалось зайти в состав сборной команды России некоторое время. Как я сказал, что она была травмирована, была прооперирована. Долгая реабилитация, восстановление. Это нужно было набрать форму. Это, конечно же, нужно время. И прошлый чемпионат России не увенчался успехом. И вот сегодня схватка за третье место. Один белый шар она уже завоевала. И сейчас у нее есть возможность уже окончательно завоевать бронзу. Итак, девушки сходятся в центре дощио. Виолетта пытается провести прием. Яна проходит у нее под рукой и берет Маваси. Сейчас очень выгодная позиция для Виолетты. Это ее излюбленная позиция. Посмотрим, сможет ли она реализовать это преимущество. Да, как я говорил, Виолетта очень хладнокровная девчонка. На свой проигрыш в прошлой схватке она не реагирует. Она сразу же настраивается на следующую схватку. И, в общем-то, чем-то похожа на такого робота эмоционально. Если взять подойти, тогда она такая вот очень роботизированная в этом плане. Сейчас действительно это ее такая излюбленная позиция. Для Яны эта позиция не совсем удобная. Но, тем не менее, в этой стойке они застыли. Девчонки очень опытные. И, несмотря ни на какое положение, они могут сделать контрприем. Да, и мы знаем, что Яна очень хорошо выходит из таких положений. И вообще она будет сражаться до последней секунды. Девушки замерли в центре Дахио. Многое на кону. И пока что никто не рискует. Ну, у них, кстати говоря, еще завтра есть шанс. Завтра и послезавтра. Эти девчонки очень молодые. И у них еще... Они еще наборятся вдоволь. Да, вдоволь. Завтра они борются до 22 лет. Послезавтра до 24 лет. В общем-то, такие очень борцовские выходные их ожидают. Итак, как вы видели, да, на прошлых наших схватках в других категориях, борьба очень так быстро проходила, да, скоротечно. Здесь борьба уже идет больше одной минуты. Значит, им разрешается... И не успела это говорить. И Виолетта, да, в своем излюбленном положении выводит из равновесия и заставляет коснуться коленкой Яну Кожану. И счет становится 1-1. Да, одна победа отделяла Яну от бронзовой медали. Но Виолетта, представительница города Москвы, смогла сравнять счет. И сейчас... На самом деле нам это выгодно. Выгодно, когда счет становится 1-1. Сразу такая барабанная дробь наступает, интрига. Вот. И мы сможем насладиться вот сейчас вот этим противостоянием, когда уже девчонки, скажем так, закислились. Да, вот смотрим Яну. Да, несмотря на то, что они стояли, кому-то показалось на месте, но тем не менее, все время ты должен находиться под напряжением. Потому что они каждую секунду ждут, что сделает соперник. Ошибаться вообще нельзя. И решающая схватка женщины, весовая категория, до 65 килограмм. Решающая схватка, конечно, за бронзовую медаль. Кто выигрывает в этой встрече, получает право быть в сборной команде России. Решающая схватка, конечно, за бронзовую медаль. Девушки сходятся в центре Дахё. Пока что ни у кого нет захвата. Напряженная борьба. Обе пытаются занять выгодную позицию. И, сконтрив на движении Виолетты, победу одержала Кожанова Яна. Мы ее поздравляем с бронзовой медалью, заслуженная. Яна такая прошла через огонь и воду. Напоминаю, травмы, восстановления, какие-то эмоциональные переживания. В общем-то, все это она пережила. Несмотря на все это, она сегодня становится бронзовой призеркой. Заходит в состав сборной России. А у нас следующая схватка. Это финал чемпионата России. Вера Коваль, Смоленская область. Тренер ее дворецкая Марина Юрьевна. Легендарная спортсменка. Многократная чемпионка мира. И против Веры Коваль выходит Данина Полина. Город Москва. Тренер Кораллов Александр Сергеевич. Тоже такое принципиальное противостояние. Последняя их схватка была, если я не ошибаюсь, в Кубке в Казани. Тогда Вера красивым броском одержала победу. И сегодня совсем молодая Данина Полина может реваншировать и забрать, как говорится, свое. В прошлом году Данина завоевала на чемпионате второе место. Вера Коваль, если я не ошибаюсь, была бронзовым призером. Так, это финал. Данина Полина является таким неудобным соперником для Веры. Но, тем не менее, Вера Коваль очень опытная спортсменка. Чемпионка мира. Многократная чемпионка Европы. Ну, вот Полина набирает обороты, забирает первую схватку, завоевывает первый шар. Очень перспективная девчонка Полина, да. Она это доказала уже и в прошлом году на Кубке Содружества, на Кубках Европы. В общем-то, отрывается в лидеры. Да, это классическая встреча опыта против молодости. Да, все верно. Сейчас мы посмотрим. Вторая схватка. Сможет ли Вера сравнять счет и переломить ход встречи. Полина очень антимектрически такая длинная, да, то есть неудобная для Верки. А Вера она такая немножко плотная, физически сильная. В общем-то, у каждого свои плюсы, свой конек. Итак, девчонки, не ожидая, ставят руки. И практически подхватом, но нет, практически подхватом забирает победу. Да, и Вера Коваль, все-таки опытная спортсменка, физически сильная, переломливает ее, да, и делает обшагивание. Ну, все-таки это опыт. Вот Вера, кстати говоря, долгое время до сумо боролась под дзюдо. Она была в олимпийской сборной команды России под дзюдо. Она даже была участником олимпийских игр под дзюдо, да. Вот обратите внимание, чуть-чуть не хватило по линии. Вера устояла и сделала такое классическое обшагивание, да, которое делают обычно в самбо, в дзюдо. И сравняла она счет, тем интереснее. Итак, счет 1-1. Девчонки закислились, да. Очень динамично все получается у них. Итак, команда Теуцутема Танаси, что говорится, если переводить на русский язык, руки на старт. Готовимся к борьбе. И как только четыре кулака касаются Дахьо, судья дает команду хоккеей и начинается схватка. Итак, девчонки после старта устремились навстречу друг другу, взяли захват обоюдный. Полинке он не нравится, старается перехватить. И очень опасный момент, друзья, очень решающий, я бы так сказал. Подхват или прогиб, я так подумал, в доли секунды девчонки вообще не останавливаются. Очень динамичная борьба, смена позиций. Сейчас у Полины два захвата. У нее очень хорошая перспективная позиция. Вера ищет свой захват. Да, у Полины очень длинные рычаги, да. Вот она взяла захват и растянулась. И все, Верке не очень удобная, конечно, ее соперница. Не вижу отсюда. Взяла ли она захват, и вот она берет захват. Друзья, это потрясающая такая схватка, конечно, с ума сойти мы. Очень динамичная, бескомпромиссная. Решается, кто станет чемпионом России. Вера на протяжении нескольких лет, она выпускала свое чемпионство в этой весовой категории. И вот сегодня у нее есть возможность отыграться за все эти годы и стать обладателем золотой медали. Но совсем молодая Данина, она, конечно, уважает опыт и, скажем так, возраст спортивный. Но тоже она не хочет отдавать эту схватку очень принципиальным девчонкам. Итак, схватка уже больше одной минуты. Девчонки устают все больше и больше. Кто-то там говорит, бывает, что в сумо выносливость не нужна. Нет, это не так. Посмотрите. Ай! Досадная такая ошибка Данины. И чемпионкой становится Вера Коваль, с чем мы ее поздравляем. На протяжении долгих лет она шла к этой чемпионской медали. Вот. И сегодня такое для нее это очень долгожданное событие. Поздравляем ее золотой медалью. Данина становится серебряной призеркой, с чем мы ее поздравляем. Но Полина еще совсем молодая девчонка. У нее все впереди.